здравствуйте дорогие друзья сегодня предлагаю вам связать вот такой красивый и очень легкий узор называется он цепи узор такой достаточно объемный получается связать можно все что угодно можно его использовать как самостоятельный узор или сочетать например с косами с жгутами ну или как-то использовать его в аранском вязание такая у него изнаночная сторона раппорт состоит за 8 петелек 6 из которых это сами цепи и 2 петельки у нас на между ряде уходит по 2 изнаночные петли провязываются между рядами цепей для поворотного вязания набираем соответственно количество кратное раппорта узора кратно 8 добавляем 2 изнаночные петельки для симметрии и 2 кромочные если вы вяжете по кругу то набираете петли просто кратно 8 высоту раппорт узора составляет всего 6 рядов похожим узором у меня связана вот такая шапочка есть кстати пряжа на это уже это лана gold classic только здесь у нас на петли перекручиваются как на как на косе по типу ну по типу жгута перекручивание идет здесь петельки расходятся в разные стороны и больше похоже на соединение цепей получается для образца на котором я покажу узор я наберу 2 раппорта то есть это 8 плюс 8 16 петелек плюс 2 для симметрии 2 кромочные 20 петель и вяжем первый ряд кромочная петля 2 изнаночные 6 лицевых это у нас раппорт узора повторяем 2 изнаночные 6 лицевых петелек 1 2 3 4 5 6 и завершает ряд у нас две петли изнаночные петли изнаночные которые до набирали мы для симметрии и кромочная петля 2 ряд изнаночный вяжем по рисунку так как лежат петельки если вяжите по кругу то тоже вяжите так как лежат петли то есть фактически вы повторяете первый ряд при поворотном вязании у нас будет 2 лицевые 6 изнаночных петель и снова очередем 2 лицевые 6 изнаночных третий ряд кромочную снимаю 2 изнаночные эти петельки они у нас неизменные в рисунке и перекрещиваем 3 петельки с наклоном влево переснимаю 3 петли на правую спицу левой спицы подхватываю первую петлю две остальные перекрещиваются за работой перекидываю петли на левую спицу и все три провязываю лицевыми 1 2 3 получается первая петля из группы лицевых петелек у нас легла в левую сторону следующие 3 петли нам нужно перекрестить с наклоном вправо также перекидываю все петли на правую спицу для начала с обратной стороны вязания подхватываю предпоследние две петли и аккуратненько их меняю местами с последней все петли у нас перекидываются на левую спицу и провязываются лицевыми последняя петля из 6 лицевых петелек легла у нас в правую сторону снова 2 изнаночные и повторяем перекрещивание петелек 3 петли перекидываю на правую спицу левый подхватываю первую 2 3 у меня перекрещиваются за работой и также возвращаются на левую спицу все поочередно провязываются лицевыми петлями и в другую сторону перекрещиваем оставшиеся 3 петли перекидываю на правую спицу левой с обратной стороны подхватываю предпоследние две петельки перекрещиваю с последней последняя петля у нас перед работой возвращается на левую спицу и все три петли поочередно провязываем лицевыми заканчиваем ряд двумя изнаночными петлями и кромочной петлей вот мы видим два элемента в которых петельки сомкнулись на встречу друг другу образуя полукруг четвертый ряд изнаночный вяжем по рисунку 2 лицевые 6 изнаночных петель при круговом вязании этот ряд у вас будет 2 изнаночные 6 лицевых довязываем ряд пятый ряд кромочная петля 2 изнаночные и теперь мы будем перекрещивать петли точно так же как в третьем ряду только наоборот первые три петли у нас будут перекрещиваться в правую сторону следующие три петли в левую снимаю первые три петельки с обратной стороны первые две петли подхватываю левой спицей перекрещиваю с 3 петлей которые у нас тоже возвращаются на левую спицу и провязываем все лицевыми у нас пошел наклон первой петли в правую сторону следующие три петли перекрещиваю другую сторону перекидываю все три петли на правую спицу подхватываю 1 перекрещиваю со 2 3 1 перед работой 2 3 возвращаются на левую спицу и так же провязываемся лицевыми петлями 2 изнаночные и повторяем перекрещивание петель переснимаем 3 петли на правую спицу с обратной стороны 1 2 подхватываем левой перекрещиваем с 3 петлей 3 петли к перед работой перекрещивается возвращается на левую спицу и все эти три петли поочередно провязываем лицевыми петлями и в другую сторону переснимаем петли на правую спицу первую петлю подхватываю левой спицей перекрещиваем со второй с третьей петлей 1 перед работой 2 3 возвращаются у нас также на левую спицу и провязываем все лицевыми петлями 2 изнаночные петли в конце ряда и кромочная петля шестой ряд у нас вяжется по узору 2 лицевые 6 изнаночных мы провязали 6 рядов узора далее повторяем узор с первого ряда спасибо всем за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока